Самый, один из известных авторов о божественности Ишуа, о котором я знаю, Ричард Бакхэм его зовут. Ричард Бакхэм. И вот что он говорил. Божественность Ишуа вообще видна во всех у нас заветных писаниях. Потому что постоянно у вас будет, вы будете с этим сталкиваться, если будете иметь дело с евреями. Давление оказывается, это центральное давление, центральная точка давления. Если вы просто откажетесь от божественности Ишуа, ну, возможно, мы будем жить, ну, может быть, он был Мессия, может применим это, может, нет. Только три вещи, можно сказать, о божественности в иудаизме первого века. Очень ясно. Только божество может создать вселенную. Иоанна 1, Колоссянам 1, Колоссянам 2, Откровение, говорится о том, что Ишуа участвовал в создании вселенной. Во-вторых, Только божество суверенно над всей вселенной. Иудаизм учил тому, что будущий царь Мессия будет править над человечеством. Но мы говорим о том, кто правит на небесах, на земле, во всей вселенной. Ишуа в Матфея 28. Вся власть дана мне на небесах и на земле. Откровение, книга Откровения, говорится об Отце, который является Альфа и Омега. Здесь говорится об Ишуа, который является Альфа и Омега. Он принимал участие в творении. У него есть власть на небесах, на земле и под землей. И в-третьих, только Божеству можно поклоняться. И одно из самых значительных качеств Нового Завета то, что называют теологи. Есть такой термин, который в Новом Завете говорится, есть тринитарное поклонение как-то трем лицам. Это унии, потом, можно сказать, двойное. Только термин. Двойное поклонение Богу. Текст за текстом. Я просто перейду к любому тексту. Римлянам 8 глава. Никакого осуждения тем, которые в Мессии Ишуа. Римлянам 5 глава. Благодать одного человека, Иисуса Мессии. Божья благодать и дары, которые пришли через Ишуа. Римлянам 5 глава. У нас мир с Богом через Господа Ишуа. Благодать, мир и милость будут через Бога Отца и через Ишуа. Первое Коринфянам 1.1 Павел призванный апостол Иисуса Христа через Бога, через Отца Бога. А, это термин бенитарное поклонение. Так и будет. Первое Коринфянам 16.27 Только одному единому мудрому Богу будет слава через Христа Иисуса. Допустим, Первое Коринфянам 4.1 Мы слухи Христовы и те, кому доверены Таинства Божьей. В любом отрывке, в любом тексте, Первое Коринфянам 1. Павел, апостол Христа Иисуса через Бога. В третьем стихе слава влада будет Богу Отцу через Христа Иисуса. В книге Откровения Иоанн падает вниз перед Ангелом. Что Ангел говорит? Не поклоняйся, встань. Я творение. Иоанн падает перед Ишуа. Что происходит? Говорит ли он Ишуа, встань, я творение? Нет. Нет, он принимает поклонение от Него. Это не такая незначительная уж тема. Она находится во всех посланиях, во всех книгах Нового Завета, не только в нескольких отрывках. Евреям 3 глава, третий стих. Сын — проявление славы Бога и точное проявление сущности Бога. И все живет посредством Его сильного Слова, могущественного Слова. Он стал... Сейчас. Он достоин, тем большей славы... Let all God's angels worship Him. It's Hebrews 3.3? No, 1.3. 1.3. 1.3 and 1.6. Посланник евреям 1.3, 1.6. Поклонницей мы все ангелы Божии. Какие-то вопросы? Did they get this? You were able to explain it to them? Yes? Yeah, give them the reference. They read it. They read it? Mm-hmm. They're supposed to. Okay, now. The problem in messianic Judaism is that we want to be more like our people and we say where is to be found stronger Jewish identity. And we know that there is a stronger Jewish identity in religious Jews than unreligious Jews. Again. There is a stronger Jewish identity in religious Jews than non-religious Jews. И что больше еврейства находится в среде религиозных евреев. Everybody understand that? Они просто обычных светских евреев. Допустим, религиозные евреи женятся только на еврейках. Они не ассимилируются. И природа этой культуры народа все то, что они делают. И это еврейская сущность как народа, сущность как народа, это все то уникальное, что мы делаем. Поэтому мы знаем, что можно молиться вот так. Это по-еврейски. И мы знаем, что молитва на еврейце это по-еврейски. И кадиша на похоронах тоже это по-еврейски. Мы знаем тоже, что это по-еврейски. И также молитва шма, еврейская. Обрезание сынов также еврейская. Молитва по сидуру, это еврейская. Также разделять посуду для молока и для мяса. Это также еврейская. И не зажигать огонь после шаббата, наступление шаббата. По-еврейски. Некоторые вещи, то, что делают евреи, это по-еврейски, а некоторые вещи они вообще не делают. Это очень просто. Допустим, то, что делают евреи, то, что делают евреи, это по-еврейски. Хранить праздники, соблюдать праздники, это по-еврейски. Есть говядину. Хэм. Ветчина. Ветчина. Если есть свинину, то это не по-еврейски. Китайская кухня может быть, но китайская пища не по-еврейски. Баранки, бублики кушать. Это по-еврейски. Это было по-еврейски в начале, но сейчас это дар для всего мира. Есть некоторые вещи, которые являются частью народа, и что есть плохие еврейские вещи, и хорошие еврейские вещи. Мы хотим быть хорошими евреями, а не плохими евреями. Соблюдать хорошие еврейские, а не плохие еврейские. Допустим, если вы мусульманин, если убить неверного, это мусульманин. Это мусульманство, ислам. Плохой мусульманин. И вот в чем проблема. Допустим, мессианский еврейский говорит, я хочу быть настоящим евреем, я хочу быть частью своего народа, я хочу полностью все взять для себя, полностью разделять молоко, мясо. Буду молиться по Сидуру. Буду все равенитические постановления вспомнять. Я не буду ходить с чем-то, ну, с тяжестью какой-то, только как бы под крышей. Нужно в округе повязать такую веревочку, и это означает, что вы находитесь дома, поэтому внутри этого округа вы можете передвигаться. Я буду носить киппу постоянно. Буду цицид носить постоянно. Я буду таким реальным евреем. Вот в чем проблема. И вы все сходитесь, и вы давин. И вы можете по меди. И вот в чем проблема. Если вы будете делать все то, что делают религиозные евреи, то вообще мало чего остается для Ишуа по времени и пространству. Если вы молитесь по Сидуру, то большее содержание Сидура библейское и хорошее, но в чем проблема Сидура? Такое ощущение, что Ишуа не пришел, потому что там библейское содержание. Можно Ишуа видеть в Сидуре, так же, как можно Ишуа видеть в Салмах. Но этого недостаточно, не вполне достаточно. Как Ишуа сказал, его нужно также чтить, как чтут Отца. И это значит, что суть нашего поклонения должен быть Ишуа. Смысл. Так же, содержание нашего проповеди Ишуа должен быть в содержании. Так же, в молитве должен быть Ишуа. В Амиде. Допустим, ну, ты воскрешающий мертвых Бог, но я вижу Ишуа. как бы, это не явное, но скрытое смысл там. И теперь, когда Ишуа пришел, теперь все наше славо, превознесение Ишуа должно быть явным. Вот что происходит. Один из самых важных принципов. Когда мы отмечаем праздники, когда мы соблюдаем Шаббат, когда мы поклоняемся, порядок нашей жизни должен быть таким, отец и Ишуа постоянно их прославляют, хвалят, они видны вместе. Поэтому мы не можем просто петь псалмы. Если взять Песах, Исход, это самое знаменательное событие в еврейской Библии. Но наше поклонение сосредотачивается на жизни, смерти и воскресенье Ишуа. Все еще мы включаем Исход Пасхальный. Но наша практика в жизни — это превознесение Отца и Сына вместе. Есть некоторые формы поклонения, когда почти не видно Отца. Мессианское еврейское поклонение — это отец и сын вместе. Так же, как это говорится в Новом Завете. После того, как пришел Ишуа, Дух Руах, благодаря только силе Духа мы можем исполнять волю Бога. Поэтому мессианский иудаизм — это иудаизм Духа Святого. Никогда мы не видим, чтобы наш народ пришел к Богу без силы Духа. Никогда мы не сможем соблюдать Тору без силы Духа. Римлянам 8,4 — как бы требование Бога «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу». Оправдание закона исполняется в тех, кто живет по Духу, а не по Закону. Эзекииля 36. Я вложу свой Дух в них, и они будут слушаться моих заповедей. Поэтому Дух Святой самый важный после превознесения прославления Отца и Сына. И мы должны делать акцент на дарах Духа Святого и силе. И даже более того, делать акцент на плодах Духа. Вы еще со мной? Затем идет Тора. Бог не избавлялся от Торы. Просто Тора теперь применяется по-новому в Новом Завете. И центр Торы для каждого человека — это учение Иешуа. Затем также мы применяем Тору в нашей еврейской жизни. Праздники, шаббат. Это очень интересно в Израиле, что эти светские основатели государства на самом деле спорили друг с другом. Должны ли мы соблюдать шаббат постоянно? И удивительно. Эти светские парни знали, если в Израиле должно быть вообще еврейская сущность, то, по крайней мере, они должны придерживаться библейского календаря. И даже до того, как я приехал сюда, какой это был день? Это восьмой день празднования Суккота. Как называется тот день? Шмини Атсерет. Восемь дней. Восьмой день. Кто в западном в западном эдоизме, если только он не ортодокс, слышал вообще об этом в Шмини Атсерете? Но в Израиле все мы знаем, что это Шмини Атсерет. Все мы соблюдаем Роша Шана. Возможно, не по религиозному. Возможно, пойдут на пляж, евреи. И вы спросите, чего вы на пляж пошли сегодня? Потому что этот день восходит к огнями в Библии. Каждый шаббат, о котором говорит Левит, это выходной в Израиле. И на праздник Суккот. Большинство евреев берут свои выходные от отпуска, то есть на праздник Суккот. Допустим, у нас разбился компьютер, мы звоним в ремонт. и слышишь этот известный цитат, это известное выражение в Израиле. Что это значит? Вы, как бы, вам говорит автоответчик. Вы говорите с автоответчиком. или звоните садовнику. То же самое. Перед нашим домом чинили канализацию год назад. И не закончили свою работу до Роша-Шана. И только после Суккота они возвратились. Открытая канализация была перед нашим домом. 23 дня это было. The same here, actually. The same here. But it was because it was the holy days. Поскольку это были святые дни. Эй! Between the Rosh Hashanah and Sherminia Zeret. Нет! Where does that go? Because back to the Bible. Ну, потому что в Библии. Откуда все это пришло? Удалите Тору. И вы уничтожите еврейскую сущность. И затем последняя раввинистическая традиция идет. Маленькая. Small. It's small. Why is it small? Она важна. Because the order of emphasis goes from left to right. However, if I was teaching this in Hebrew, again. If I was in Hebrew, I'd have to change it all around. Конечно. Если бы я училась на иврите, то у нас бы акцент смещался справа налево. Я бы писал справа налево. И раввинистическая традиция важна. поскольку это дает такую историческую расцветку нашему народу. И когда умирает еврей, мессианский еврей, то все мессианские евреи, все мы поем Кадиш. Кадиш, мы похоронах с вами Бога во время смерти. это раввинистическая традиция. Это раввинистическая традиция. Или когда свадьба. Мы под хупой женимся. Или же пасхальный седр. спрашиваем четыре вопроса. Ма ништа на халай ла хаза. Почему эта ночь отличается от других ночей? Это раввинистическая традиция. Когда четыре чаши вина, махарасет, это раввинистическая традиция. Это раввинистическая традиция. Или когда на суку от лула в этрох берем и потрясаем перед Богом в четырех направлениях, проглашаем, что Бог царь вселенной. Это раввинистическая традиция. И будет большая ошибка, если мы не будем придерживаться также раввинистической традиции, поскольку это отделит вас от вашего народа. И мне нравится, когда в общине знать, что шма не только находится в Библии, но также петь шма и говорить, возлюби Господа Бога твоим силам, всем разумением. Но также это молитва шма, воемослужение, это раввинистическая традиция. Открыть свиток, открыть свиток, почитать и благословлять. Это раввинистическая традиция. И Бог не дает нам заповеди соблюдать всякую раввинистическую традицию. Но Бог говорит, что почитайте, отдавайте должное почтение, где нужно. И это означает, что если есть какие-то хорошие традиции в истории нашего народа, нужно сказать, что это хорошие традиции. Но если это плохие традиции, нужно сказать, что это плохие традиции. в евреевской традиции есть хорошие и плохие. И те евреи, которые переживают по поводу своей сущности, свое отождествление, и они думают, что все хорошо. Всякая традиция хорошая, и они могут защищать даже плохие традиции. И вот я хочу больше расширить понимание, о чем я говорю. Мне нравится молиться по Амиде, поскольку это самое лучшее содержание библейского исповедания. И это молитва первого столетия. И она библейская абсолютно. Все обетования, которые содержатся в ней. И, возможно, Ишуа молился этой молитвой. Благословения, вероятно, не были настолько длинные, были добавлены они, их было 18. Поэтому мы пытаемся некоторые молитвы и еврейские спозы на служении. И также следует понимать, что Писание требует от вас почитать то, что хорошее. Если мы почитаем наших еврейских предков, отвергаем все раввинистическое, то это наоборот, никакой чести не приносит отцам. Это как бы ужасное непочтение. И мы должны честно провозглашать то, что хорошо, то, что доброе. И нужно быть честными, прощать то, что плохо. Поэтому какие же раввинистические традиции следует принять? Нужно принять те традиции, которые хорошие, в своем сердце. И практиковать их, для того, чтобы практиковать, нужно быть ведомым Духом. Ведь нет правила. Допустим, я скажу, ну, знаешь, Амеда — это хорошая молитва. И ты должен каждую неделю молиться этой молитвой. И в этом случае вы это вознесли на такой уровень, сделали заповедь из этого. Ведь Бог же не делал такой заповедь, не давал такой заповеди. Молиться Амедой, раввины сделали такой заповедь. Пусть им нравится зажигание шаббатных свечей, но мы же не говорим, что Бог заповедал. Вот что происходит. Вы начинаете отождествлять себя с народом, и вы хотите отдавать должное почтение, где необходимо. И когда Дух Святой ведет вас, и говорит вам, хорошо было бы, если бы ты эту еврейскую традицию применил здесь. И мессианский иудаизм — это иудаизм ведомый Духом. Если Дух Святой говорит, примени эти еврейские традиции, которые хорошие, мы делаем. И мы так постоянно поступали. или проводить свадьбы в еврейском стиле. И также нас ведет Дух говорить эти четыре. Четыре вопроса, либо Кадиш у могилы. И что это важно. Вот что важно. Когда вы почитаете Отца и Иешуа, и также делаете акцент на силе Духа, и применяете Тору в Новом Завете, как это должно быть, как она соответствует. И только из этого направления вы ведомы Духом, у вас обновленный ум, потому вы знаете, что следует взять, примените из равентической традиции. Духом вы знаете, что отвергнуть, что подтвердить, что является в соответствии с Духом Иешуа, и вы ведомы Духом. Но не может быть никакой заповеди тому, чего нет в Библии. Вот что еще можно сказать. Если мы хотим почитать Сына, как и Отца, мы не можем просто практиковать простой иудаизм, а в конце всего добавить Иешуа. Иешуа должен быть во всем нашем проявлении выражений еврейских традиций. Вот еврейская молитвенная книга. Молитвенник. И я буду учить из этой книги вас некоторым вещам. Очень хороший молитвенник. Если это моя первостепенная проявление молитвы, то этого недостаточно. Если я буду использовать этот материал, если я ведом Духом Святым, ну, конечно, по большей части это библейский, но все это относится до Иешуа. Иешуа уже пришел. Я могу молиться этим молитвами и поступать так, как будто он не пришел. Я должен радикально приближаться к молитвеннику и радикально добавлять Новый Завет сюда. Если я не прибавляю материал радикально, и если Иешуа не становится центром моей молитвы, то тогда Богу это не удовлетворит. И мы потеряем Его силу. Поэтому посмотрите. Я пример приведу. В синагоге есть одна молитва о еврейской надежде. И мы молимся этой молитвой. Кто из вас пел эту молитву? Я научу вас этой молитве. И что говорится на еврейском в этой молитве? Давайте славить Господа Бога Творцу, Творцу Всего. Он сотворил нас не так, как другие народы. Как язычников древних дней. И наша часть не вместе с ними. И наша часть не с народами земными. И затем там говорится, мы падаем на низ перед ним, на колени смываемся. И затем говорится, распрострелись небеса, расстрою небеса. И затем в конце идет цитата Захарии, 14.9, в которой говорится, и в тот день Господь будет одним, и Его имя одно по всей земле. Это истинное исповедание веры. Но это все до Ишуа, до времени Ишуа. Это Захария 14.9. Я переписал. Я переписал. Вот что я написал. Когда там говорится, мы падаем на колени, преклоняемся перед ним, я написал такие слова. «В один день все исповедуют, что Ишуа Господь». Я в самом центре поместил это. Конечно, я мог бы сказать, как было первоначально, но такое ощущение, что потом нужно еще один гимн специально для Ишуа спеть. Сейчас. Если я могу, я могуhad way this in. Когда Мессианик-жудейсм... Я буду ровывать. Я буду ровывать. 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 Мы всегда должны помнить это. Вы можете оценить мессианские и еврейские общины посредством того, как они относятся к этим пяти пунктам. Есть некоторые мессианские общины, которые выглядят примерно вот так. Когда избавляются полностью от Торы и раввинистических традиций, то их еврейство очень маленькое, ограниченное еврейство. Некоторые мессианские евреи делают так. Когда вычеркивают раввинистическую традицию, то таким образом они теряют точки соприкосновения с нашими народами. И они утрачивают все это богатство, которое Бог поместил в этом. Ведь Бог дал богатство идуизму. Идуизму, несмотря на наше непослушание, Он благословил нас. Эта книга в этих молитвах чему там учится? Это спасение по благодати. И в чем слабость этого молитвенника? То, что это все до Ишуа, без Ишуа. И есть мессианские евреи, которые поступают так. На первом месте идет раввинистический иудаизм. И они смотрят на Тору глазами раввинистического иудаизма. Они думают, что поклоняются отцу. Но отец на третьем месте. И затем Ишуа в конце где-то. То есть мы все еврейское исполнили. О, кстати, Ишуа забыли. И Дух. Вообще для Него никакого места нет. А некоторые даже это. Эти пять букв помогут вам узнать, на какой стадии и уровне каждый находится. Я бороюсь за такой вид мессианского иудаизма. Я не думаю, что это здраво. Я думаю, что это очень опасно. Но некоторые люди так и делают. Что раввинистическое все для них центр. Мы должны это все выровнять. Вы еще со мной? Теперь. И встречаемся. Теперь. Мы найти еще質 неы. Теперь.